В этом году исполняется 100 лет со дня образования органов внутренних дел Чувашии. Чувашская республиканская общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 35 лет. В нашей студии сегодня Михаил Федорович Киселев, генерал-майор милиции в отставке, председатель Чувашской республиканской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Здравствуйте, Михаил Федорович. Добрый день. Вы прошли огромный путь в милиции республики. От участкового инспектора ОВД Маргарушского райисполкома до министра внутренних дел Чувашии. Вы награждены медалями за отвагу на пожаре, за безупречную службу, нагрудным знаком заслуженный работник МВД. Список можно еще продолжать долго. И уйдя в отставку, Михаил Федорович, вы активно занимались общественной жизнью, общественными делами, что и продолжаете делать до сих пор. Вот уже 17 лет, как вы руководите Чувашской республиканской общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Ваша деятельность высоко оценена. Вы по праву удостоены ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Какие главные задачи решает ваша организация и что в приоритете, какие приоритетные задачи вы ставите? Ну, немножко истории нашей ветеранской организации. Она была организована 8 декабря 1974 года ветеранами войны, которые после войны проработали в органах милиции тогда. И, выходя на пенсию, решили такое, собрались и решили не отойти от МВД. И образовали вот такую организацию, которая прижилась и в течение 19 лет почти руководил этой организацией Арсетий Григорьев, полковник милиции в Атаке. И за это время во всех подразделениях министерства были образованы ветеранские организации первичные. И, прежде всего, они занимались заботой старшего поколения. Это ветераны войны, труженики тыла, ну и ветераны милиции, тогда милиция была. И, конечно же, хотели и оказывали помощь руководителям организации, подразделения министерства в решении оперативно-служебной задачи. Все-таки опыт большой. Работают молодые. Конечно. Кто после училища, кто после 10 класса, после армии, после службы в армии, у них опыта практически нет. И поэтому вот таким опытом учили. Я вот скажу, что сам я, как лейтенант после окончания специальной школы милиции, попал как раз под их контроль. И они нас научили работать. Учили по-настоящему. Учили общаться с людьми, разговаривать с ними. Ну и, конечно, выполнять честно и добросовестно свой служебный долг. Но надо сказать, что вот эти ветераны, которые до нас были, и нынешние ветераны, конечно, внесли очень большой вклад в дело борьбы с преступностью. Даже находясь в ветеранской организации, мы на это оказываем определенное внимание. И я думаю, что столетия милиции и полиции, как говорится, органов внутренних дел, они встречать будут тоже вместе с действующими сотрудниками. За все эти годы как-то задачи менялись в вашей общественной организации? Появляется еще новая такая задача и новое направление – работа с молодежью. Что говорить, вот в начале 90-х и в прошлые столетии проблемы были с несовершеннолетними. Так вот, ветеранские организации часть забот на себя тоже взяли, оказывали помощь, содействие. В одно время даже ветераны были шефами, наставниками вот этих подростков, которые состояли на учете в милиции. Ну и много вопросов возникает с ветеранами, которые посещают нас, допустим, у разных вопросов социального, даже правового характера. И мы никому не отказываем. А когда мы сами не можем решить, обращаемся к руководству министерства. И никогда нам не отказывают, всегда оказывают помощь. А как вы взаимодействуете с действующими сотрудниками? Первичные ветеранские организации, у нас 49 первичных организаций. Это территориальные органы в основном и все подразделения, которые имеются в Чебоксарах, значит, по разным направлениям. Раньше был институт наставничества, шефства над молодыми сотрудниками. Пришли они, даже после школы милиции, у них опыта нету. Вот надо научить, как нас учили в свое время, надо их учить. Вот мы этим занимались. Сейчас тоже учите? Ну сейчас тоже подсказываем, а как же. Конечно. Надо подсказывать. Без ветеранской организации, без наших ветеранов, ни одно мероприятие в системе МВД не проходит. Как на уровне районов, городов и подразделений, так и на уровне аппарата министерства и руководства министерства. Во всех мы участвуем, за исключением следственных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий. Но необходимую помощь мы даже оказываем при раскрытии преступлений. Вот наши ветераны в некоторых районах возглавляли даже добровольные народные дружины. Вот уже новое течение. Новое течение. Новое течение уже пошло, они там. Но это, наверное, и часть патриотического воспитания молодежи. На местах они занимаются. Это уже отдельные направления. Вот у нас музей истории органов внутренних дел в Чувашии. Он сначала по другому адресу, а сейчас в новом здании отдельное помещение. И, кстати, в музее там работает наш ветеран, тоже полковник милиции в отставке Людмила Михайловна. Приезжают с района, приезжают с города, дистантовского возраста посещают. И студенты приезжают. В общем-то, только за один год где-то посетили 4 тысячи человек в музее. Это же какая-то работа тоже может быть. Конечно. Об истории, да, рассказывают в музее, о становлении органов внутренних дел в Чувашской публике. Всю историю. Всю историю. Всю историю. О людях. Давно сложилась практика такая. Первое сентября. Окончание учебы. Другие такие даты, с учащимися школ особенно, в вузы тоже не исключение. Мы обязательно бываем там. Без нас там эти мероприятия не проходят. А как вы беседы проводите там со школьниками, со студентами? Уроки мужества проводим. Уроки мужества. Вот 1 сентября, это первые уроки проводим мы. И наши ветераны и действующие сотрудники. Мы вместе там бываем. А вы интересные случаи своей профессии рассказываете ребятам? Обязательно. Вот вы сейчас, если вспомнить, самый интересный случай или самый, может быть, для вас важный случай за вашу профессиональную деятельность, когда вы служили в органах внутренних дел. Что сейчас вам вспоминается самое важное такое? Вот однажды ко мне на прием обратились мужчины и женщины, муж и жена из Севильского района. Ну, я-то слышал про это преступление, что пропала девочка девятиклассница, вот, из Севильска прямо пропала. И, значит, ну, я стал ближе знакомиться. Потом поступила ко мне информация, подсказали мне оперативники, что задержан, арестован человек молодой. Ну, молодой ему 28, может, 30 лет, который завлекал женщин, девушек к себе, закрывал их сутками, держал, насиловал и так далее. Ну, я решил поинтересоваться, сам сел, поехал в следственный изолятор, узнал, изучил. Ну, где-то беседовал с ним, ну, параллельно, конечно, работа проводилась, используя вот эти всякие моменты, все-таки он не признался, что он совершил. Вы раскрыли преступление? Ну, такие случаи еще, вот, занимались еще, вот, в Комсомольском районе пропал корреспондент. Тоже было, это тоже первые годы 90-х годов. Угу. Вот. Такая активная у вас была следственная деятельность. Я любил эту работу. Вот 35 лет уже вашей организации, вы принесли очень много фотографий. Расскажите, у вас, наверное, сложились уже какие-то традиции, есть свои мероприятия. Ну, самые главные традиции, помнить, допустим, помнить о погибших на войне, о тех, которые служили тоже нами, вот мы на возложении всегда вместе с действующими сотрудниками и колоннами ветеранов обязательно там. Ну, это одно. Традиции еще принятие присяги обязательно, обязательно проходят. И примечательно то, что на этих всех мероприятиях присутствуют кадеты и юно-армейцы, вот детские полицейские академии. Вы вместе с ними. Их можно перетислить еще много. Традиции, вот день ветеранов. Приказом 580-м 2010 года министр внутренних дел России установил день ветерана, 17 апреля, о котором мы говорили. Вот опять традиции. Каждый год мы проводили здание театра, либо в таком большом помещении. И обязательно у нас и действующие сотрудники молодые, и обязательно были кадеты и юно-армейцы. Собиралось на этих мероприятиях до 800 человек. Это тоже работа такая. Конечно. Но в этом году, к сожалению, не удалось, наверное, вам отметить день ветерана. В этом году мы... Вы отложили сейчас мероприятие. Да, отложить. Но надеемся, мы все равно это проведем. Тем более награды уже определенные. И еще одна традиция есть. Ветеранские, опять совместно с сотрудниками, участие в спортивных мероприятиях. Как проводим МВД, и сами мы проводим. Держите себя в форме. Ну, зимняя рыбалка у нас есть такая. Вот, шашки-сахматы ко дню защитника отечества, ко дню ветерана, ко дню сотрудника ОВД. Ну, и легкая атлетика, лыжные гонки. Наши ветераны все выступают. Вы сами рыбак, Михаил Федорович? Я рыбак. Ну, вот что бы вы пожелали молодому поколению, тем, кто сегодня на страже закона и порядков? С высоты своего опыта, с высоты своих лет, своей профессиональной деятельности. Вот, какое у вас есть пожелание к нынешним сотрудникам? Ну, прежде всего, они приняли решение, начали работать. Вот, работают в подразделениях. Пожелал бы им успешной службы. Мужественно преодолевать трудности все. Трудности всякие бывают. Не сдаваться. Идти своим путем, как говорится, выбранным путем. И повышать свой профессионализм. А успехи придут. Успехи придут. Спасибо, Михаил Федорович. Напомню, у нас в студии был Михаил Федорович Киселев, генерал-майор милиции в отставке, председатель Чуварской республиканской общественной организации ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok